всем доброе утро у меня шестой час ой легла в первом проснулась в третьем матвейка у нас приболел и но просыпается ребенок ночью ну и приходится мне просыпаться тоже а сейчас время 6 час в четвертом я в четвертом я в четвертом снова уснул сколько поспала в интернете посидела девчонки почитала ваши комментарии даже успела вот а сейчас говорю надо вставать и готовить завтрак оставила чайник поставила молоко на кашу яйца поставлю сейчас еще варить кокошки отварить надо захотелось что-то покушать хочется уже кушать вчера мы с сестрой снимали видео мукбанг мукбанг мукбанги кому-то нравится кому-то не нравится девчонки я снимала у меня вчера было три видео просто кто-то писал допустим когда нечего снимать снимают мукбанги ну да может быть но я вчера выложил три видео потому что я стараюсь работаю девчонки потому что я хочу получить копеечку так как мы в доме 2 собираемся проводить газ я уже об этом говорила неоднократно то моя зарплата зависит естественно от выхода моих видео и спасибо вам что вы их смотрите так яйца оставлю так ставим кокошки разболелся парень что-то сет так серьезно не болели мы получается не болели так такого у нас не было это первый раз 1 это бывает первый раз ну что всяко бывает это вот последняя наша прогулка получается на улице было морозно и у нас немножко появились суперки вот эти суперки переросли получается в серьезнее серьезнее серьезные суперки и кашель появился и все и но я вроде капала капала капли. Ну, не спасли они нас, получается. Не спасли. Так, чё, чайник-то у меня закипает? Ну вот. А муж мне вчера, получается, чё у меня муж? Муж вчера был с ночи. И первая марта, у него, значит, первый день учёбы дистанционно. Вот. Ну и, конечно же, с ночи уставший. Плюс ещё учёба на нервозе. Там зайти же надо. Всё, мы ничего не умеем. По подсказкам, по подсказкам, еле-еле как-то справился. Это, получается, вот он приехал с работы, да? С работы с ночи приехал, и до четырёх часов, до полчетвёртого, знаете ли, до скольки, там, ну, в общем, почти. Были уроки. Ну, чё, я, наверное, на нервозе тут мне, а решил мне выдать вечером, значит, выдал. Выдал мне всё. Ну, чё, я человек, как говорится, что мне, то и я тебе. Вот. И особо критику я не принимаю. Особо я её, походу... Ну, нет. Если такая критика, то, смотря какая она... Вот. И когда я сама про себя знаю, то близкому человеку, вот, допустим, он близкий человек, да, он мне не должен был это говорить. Он должен был меня поддержать в трудный момент. В трудный момент. Для меня он трудный, потому что мой ребёнок болеет. Я понимаю, что это твой... Как он мне сказал? Это мой сын, он у меня болеет. Ты тут виновата во всём. Ты тут вот такая сякая. Ну, всё. У меня оголили... Мои нервы оголённые. За 19 лет они у меня так оголились, девчонки, что... Я не терплю такое. Не позволяю повышать на себя голос. Не позволяю... Да много чего не позволяю. Некоторые позволяют. Позволяйте. Кто писал мне там, допустим, ты мужа загнобила, закритиковала, там ещё что-то, как говорится. Ну, муж порой вот так вот выдаёт. Всё. Тише, гладь, благодать, а тут на тебе и, пожалуйста, всё. Буря. Вот. У меня буря не как-то мглою кроет. Меня сразу накрывает. Так, как же бы мне достать кашу? У меня тут каша. Крупа моя. Пока доставала, девчонки, крупу, доставала пять злаков. Сплавила. Я говорю, что так-то? Ну, почему так-то всё мне? Вот так вот. Пока доставала. Опять секунд. Вот пять секунд молоко всплыло. Ну, делов наделала. Сейчас плиту надо мыть. Чё-нибудь да приключаться. Вот чё-нибудь. Намыла, девчонки, плиту. Оставила варить кашу. О! Завтракать уже хочется. Так, ну что? И про мужа, значит. Ага, про мужа говорила. Что я говорила? Что муж мне выдал, и я выдала ему вдвойне. Потому что выдавать мне не надо. Не стоит. Потому что, когда болеет ребёнок, мать нервничает. Мать должна быть спокойна. Надо с ребёнком заниматься. Его качать. Ему что-то надо дать. Попить там, или ещё что-то. Нет, чтобы помочь в этот момент. А ты мне начинаешь вот это всё. И одно да по одному, одно да по одному. Вот. Ну зачем? Не знаю я. Всё. Вымотал нервы, довёл до три сучки. Сказал, собирайся и вали. Вот так сказала. Всё. Ну что, убежал? Убежал туда, пошёл домой. Всё. Гудбай, мальчик. Я говорю, я должна быть спокойная. Счастливая мать, счастливые дети. Так что у нас всегда так было. Воспитанием детей занимаюсь. Ну, в основном я занимаюсь воспитанием детей. Я их воспитываю как надо. Ну, по-своему думаю, что... Ну, в принципе, неплохо, я считаю. Вот. А он мне всё портит всегда и всю жизнь. Ну, конечно, у него бывают моменты, он там что-то правильное, что-то детям говорит, допустим, да. Ну и неправильно делать. В общем, ладно, эту тему мы закрыли. Закрыли. Дальше. Что у нас дальше идёт? А дальше у нас идёт, значит, девчонки, Писанина ваша. Ваша Писанина. Ну что, вы у меня замечательные подписчики. Обо мне заботитесь. Я благодарна, благодарна. Действительно, такие вот комментарии. Люди, которые действительно сочувствуют, сострадают, понимают. Ну, спасибо вам. Огромнейшее спасибо. Вот. А девчонки, которые любят давать советы, да, многие любят. Я раньше тоже девчонки любила давать советы. Сейчас я их не раздаю, в принципе, советы. Почему? Потому что, ну, они... Они не бесплатные. Они стоят денег. Советы раздавать? Ну, зачем? Нужно самое ценное всё приберегать для себя. Вот. Ну и пишут, конечно, там, да, что... Питаешься не так, делаешь что-то не так. В общем, ну, кто что пишет. У каждого свои, как говорится, взгляды. Кто что увидел, тот то и написал. Вот. Ну, про вчерашний мукбанг с сестрой, значит, там тоже про пельмени. Про порции, девчонки. Вот порции, да. Я не знаю. Что вас беспокоит мои порции? Порции. Я съела 12 пельменей. 12. Это разве много? Ну, пельмени немаленькие. Я их ела без хлеба. Съела кусочек хлеба и холодца. Ну, по полстакана шампанского выпили. Вот. Кто-то, кто... Да, многие. На ТикТоке, девчонки, тоже так. Не успеешь подписчикам показать кадрик, да, где ты со спиртным. Всё. Тебя уже записывают. Ну, вы понимаете, куда тебя записывают. Вот. И пророчат там тебе уже всего. Всего-всего-всего. И побольше. Девчонки, мне 38 лет. За свои 38 лет, вот, я могла, как говорится, ну, ваше пророчество, да, было бы всё по-вашему, как говорится. Не хочу это слово называть просто. Ну, однако, я живу. Прекрасно живу, слава Богу. Ну, у нас всякое бывает, да. Я думаю, что у всех всякое бывает. Не все идеально вы живёте там. Или вы там все идеально питаетесь. У вас, ну, всё, вот, прям, знаете, вот, всё прекрасно и хорошо. Ну, у меня не всё хорошо. Ну, в принципе, замечательно, как бы, вроде как, гладенько, порой так, гладенько-гладенько, потом раз и буря, да. Ну, я думаю, у всех так бывает. Так что, что судить? Что мне тут писать? Вот, убавить это, убавь это. Я, может, на нервозе, вот, девчонки, да, разнервировалась. И взяла, нажралась. Я не сижу на какой-то диете. Вы мне там говорите, должна быть вот такая-то, допустим, 80% или сколько там, травы, травы, ботвы, свеклы. Ну, по вашим заявкам я сегодня решила с утра покушать свёклу. Ну, я её люблю. Мы её сейчас натерём на тёрке. Так, каша моя варится. Зачем только вторая комфорт, как говорите, я вообще не понимаю. Так, будем натирать свеклу. Свеклу. У меня нормальные человеческие порции, девчонки. Вот знаете, когда я питалась, питалась, мы начинали жить с мужем. Вот сначала начну. Мы начали жить с мужем. Я была 50 с небольшим килограмм. Его это не устраивало. Потому что он всё время говорил, у тебя торчат ребра, ты тощая, ты худющая, глиста. Ну, вот так вот мне говорилось. Так, где у меня тёрка? Ну, и получается, со временем, девчонки, я, в общем, ну, что я начала делать? Я начала подъедать. Он же меня начал кормить. Он меня очень хотел накормить. Ну, что, я подкормилась, хорошо подкормилась. А подкормилась я, значит, так как мы жили всегда, то гладь, то буря. Значит, ну, на нервной почве. И вот так вот бывает. Перекусываешь. Ну, так хорошо перекусываешь. Ну, и всё. И в основном поздненько так. Поздненько перекусывала. Днём, потому что много дел. Закручиваешься, забегиваешься. И ты, в принципе, не хочешь, как говорится, кушать, да? Вот. Так, что я должна делать? Сейчас переключимся, туда встанем. Ну, вот так всегда, девчонки. Хотела как лучше, получилось. Отломила. Я говорю, что сегодня за день? Что за утро у меня такое? Вот так вот. Плита сплавилась. Тут сломано, господи. Отломила лампу. У лампы отломила кусочек. Ну, направила вроде нормально. Но жалко, конечно, лампу. Так, чем мы закончили? А тем, что, в общем, когда у женщины есть дети, дом. Она занимается домом. Туда-сюда маленькие дети. Ну, что она делает? Днём же много работы. Закручиваешься. Крутишься, как белка в колесе, да? Делаешь что-то. И забываешь про себя. Покушать-то ты забываешь. И кушаешь на ночь. А вот это всё, как говорится, жиры. Жиры. Оно откладывается и копится на боках везде. В общем, человек полнеет. Я полнела и сбрасывала. В общем, за последние, ну, лет так пять. Вот сколько мы здесь живём, получается. Когда мы переехали, я ещё вот такой не была. Была по стране чуть-чуть. Чуть-чуть я была по стране. Потом начала поправляться. Ну, тоже как бы поедание на ночь. Что-то я так расслабилась, забылась. И всё. Забыла, плюнула на себя. Каша варится, яйца кипят. Яйца кипят. Вот. В общем. Ну и прибавился вес. Девчонки, вот с Нового года я решила, что я на ночь не буду кушать. Я на ночь не ем. Не ем на ночь. Днём я ем обычные, нормальные, человеческие порции. Кто-то мне там пишет, какие у тебя порции огромные. Я не знаю, может у вас там камера увеличивает эти порции. Ну, извините, вот порция в 12 пельменей. Я думаю, что это нормальная порция. Причём я поела, получается, 5 часов не было. Мы поужинали, сестра пошла в садик потом. Не знаю, что вы там мне пишете, какие у вас порции. Вы мне не написали, кстати, какие у вас порции. А то многие пишут, да, вот что порция такая там огромная. Вы напишите, как вы питаетесь. Я, знаете, и так стараюсь разнообразить наш рацион. Ну, извините, когда вот финансы, чтобы правильно питаться, правильно, как вы говорите, там, какие-то деликатесы кушать, сыры покупать дорогие. Ну, что я... Денюжки нужны. Нужны денюжки. Так что у нас, в принципе, более-менее каждый день. Каждый день я стараюсь делать разное. Обычный, нормальный обед, как в любой столовой, в принципе. Первое, второе, третье, ну, третий так, ну, салатик делаю, да. Ну, всё это бывает, по-разному, зависит от моего настроения. Если у меня прекрасное настроение, я могу сделать многое. А если мне настроение подпорчиво, подпортили, вот вчера мне подпортили, я сказала, что я делаю сегодня, я делаю только для себя. Ну, и, конечно же, для детей. Так что, ну, дети, в принципе, у меня и сами делают. Они у меня сегодня... Они у меня сегодня... Они у меня сегодня там позавтракают. Вот у них там блины есть. Они себе омлет делают, кашу варят. На обед они приходят сюда. По-разному. И обед бывает. Виталя может себе приготовить, Марина может себе приготовить. Они уже большенькие дети. Так что не знаю, что вы там мне в строчке пишите. Сейчас вот у меня будет с утра холодец. Холодец, да. Потому что вчера я не ела. С утра можно есть все, что хочешь. Я не обжираюсь. Я не объедаюсь. Я не объедаюсь, я не обжираюсь. Потому что, представляете, девчонки, если бы я жрала, как вы мне пишите, огромными порциями, да, вот большие порции, я бы весила, наверное, за 100 килограмм. Ну, мой организм столько не принимает. И вообще, вот прибавка даже в моем весе, это не то, что я там жрала, как свинья, да, допустим, порциями, огромными порциями. У меня были порции обычные, ну, плюс там небольшая добавка. Для меня это, естественно, многовато, как для любого человека, который малоподвижен. Ну, что, дома я двигаюсь, из дома в дом хожу. Ну, это мало, это мало движения. Даже целый день на ногах, допустим, не приседая, вот я, бывает, днем целый день делаю дела, не ложусь никогда, никогда, нет, не то, что никогда, нет, неправильно сказал. Бывают редкие случаи, да, допустим, какое-то недомогание, еще что-то там, ну, устают все, я же не робот, я тоже устаю. Вот вчера я настолько устала, что все, я сказала, что делать ничего не буду. Я устала, тем более болеет ребенок, разболелся, ну, вот сегодня проснулась, получается, ну, что я спала, я даже не знаю, сколько я спала, но, в принципе, более-менее, как бы, я вроде, слава богу, не опухла, ничего, да. Вот, и, так, что у меня там, все кипит, кипит, бурлит, ну, ладно, пусть яйца еще покипят. Так, что мне, салату-то, маловато будет? Маловато салатику. Свеклу натираю на терке, сырую, и делаю со сметаной. А что мне полсвеколки-то хватит? Хватит, я делаю только для себя сегодня. Дети такое не едят, а если придут, захотят, то, пожалуйста, вот свекла есть. Так что, сейчас я это уберу, и мы снова встретимся. Так, ну что, мы с вами снова встретились. Я наготовила себе завтрак. Завтрак наготовила. Хотела сварить кашу, девчонки, ну, что, у меня молоко сплыло, я... Расстроилась, получился у меня суп, а не каша. Салатик полсвеколки. Два кусочка хлеба. Про хлеб вы мне тоже писали, там, что ты хлеб не ешь. Туда-сюда. Вы видите, вот, допустим, один мук-банк, да, вот увидели там. Я еще, бывает, даже на камеру специально там, ну, не то, что специально, просто я разговариваю, там, туда-сюда. У меня повышается аппетит, я, бывает, могу побольше съесть. На самом деле, на самом деле, хлеб практически не ем. Либо ем только серый. Ну, вот, допустим, холодец я без хлеба есть не буду. Пельмени, вот, смотря какие пельмени, ну, тоже, ну, пельмени я не особо, только люблю домашние. По-разному. Так, наварила яиц днем, потом перекусы у нас. Перекусы тоже у меня, фруктовые перекусы есть. Вот, вчера вот решила грейпфрут купить, этот, помела, покупала. Так что, сладости выставила, поставила, просто поставила. Вот, когда я поем, я сладости не ем вообще, я их не хочу, я их не люблю, я не любитель сладостей. Даже конфетку могу не съесть. Кто-то написал, девчонки, значит, комментарии тоже прочитала. Какая-то женщина мне все пишет. Ну, уже зазнавайся, типа того, что, когда блины девчонки Микбанк делала, блинов настряпала, четыре блина съела, ну, четыре блина я съела, получат, с которой перекуп... Ну, который со сковородки у меня второй или первый какой? Первый блинчик был, да, я его съела со сковородки. Что, вроде камеру отключила, а там еще жрешь. Мне достаточно того, что я съела. Достаточно. Тем более, блины были толстые. Делала на днях голубцы. Один голубец съела. Я нормально питаюсь, питаюсь нормально, в принципе. Так, ну что, мы приступаем к поеданию. Поеданию, ну, кушать уже хочется, конечно. Всем приятного аппетита, девчонки. У меня полсвеколки, две ложки сметаны. Еще, что хотела сказать. Вот, когда я была в меньшем весе, когда у меня были маленькие дети, у меня сил было намного меньше. Намного меньше. Я приехала, когда у меня родилась дочь, я приехала с роддома, у меня их вообще не было. Вообще не было этих сил. А надо было заниматься ребенком, и плюс еще было двое детей от первого брака у мужа. Ну, кто смотрит меня постоянно, те уже знают, что дети, на тот момент дети были такие, ну, не маленькие, не большие, но все равно дети. И за ними тоже надо было ухаживать. Так что, вот так вот. Салфетки. С полным ртом не надо разговаривать. Но приходится. Ладно, ничего страшного. Простите. Так. А потом, когда уже парни у нас начали появляться, да, я питалась лучше, вес у меня был, у меня рост, девчонки у меня, 165. Вот. И вес у меня был по-разному, по-разному. Ну, примерно такой, да, уже после того, как родилась дочь, допустим, килограмм 70. 70 килограмм. Такой нормальный вес, более-менее и силы как бы были, не тощая, не толстая. Нормальный вот вес, примерно 70 килограмм. Рождались у меня парни. Я ходила беременна. Беременности отнимают здоровье. Все женщины это знают. Все женщины это знают, правильно? Ты ходишь беременна, ребенок из тебя тянет все, как говорится, все витамины все вытягивает из тебя. У тебя ходила, даже Матвейку, вот я Матвейку родила, мне было 37 лет. Он у меня родился в ноябре. В январе мне исполнилось 38. Да. Говорю, я сама не верю. Я до последнего девчонки ходила. У меня гемоглобин в норме. У меня все показатели в норме. Если бы я как-то плохо питалась, обычно девчонки ходят и на последних, ну уже ближе к родам, да, в определенный момент у всех падает гемоглобин. А у меня это было только с дочерью. Потому что я плохо питалась, практически не ела и рожать пошла 60 килограмм. Это ненормально. Так что нужны силы. Надо быть сильной. Женщина должна быть сильной. Но я сильная женщина. Стараюсь. Жизнь закаляет. Приходится быть сильной. Потому что если ты позволяешь, позволяешь кому-то больше, да, тебе садятся на шею. А я не позволяю, чтобы не садились на шею. Вот и все. Не посолила, ничего не сделала. Просто свекла. Я не просто майонез хотел сказать. Господи. Майонез. Сметана. Сейчас это понаписывают, скажут, правда майонез. Не люблю я майонез. Он кислый. Сметанка свежая, домашняя. Объеденческая. Утром позавтракал. Это все в течение дня прекрасно сгорает. Кто-то писал, лучше поесть на ночь. Нет, не лучше. Я лучше покушаю утром нормально. В обед, как положено. И поужинаю. Зато я не хожу голодная. Как мне многие писали. Голодные глаза. Чего они у меня, голодные что ли? Не знаю, девчонки. А то, что мы стряпаем, допустим, стряпня какая-то. Кроме стряпнить, у меня еще что-то готовится. Не одна стряпня. Дети у меня вот такие парни. Доча немножко подправилась, слава богу. Она была тоже вот такой. 40 с небольшим килограмм. Смотреть страшно было. Так что не знаю. Напишите, чем вы питаетесь. Пишите свои, как говорится, изыски, блюда, что вы готовите на обеды. Я люблю суп на обед. Суп, второе что-нибудь. Голубцы вот мы на днях делали. В чем? Вчера у меня день такой был, получается. Губы как накрасила. С утра я позавтракала блинами. Я съела 4 блина со сметаной. Выпила чаек. Потом я пришла, поела борщ. Просто борщ поела. Потом прошло какое-то время. После борща я перекусила грейпфрутом. Кстати, он оказался вкусный, сочный. Потом я съела помело. Немножко помело, немножко грейпфрута. Все. Потом пошла в сестре. И у сестры поела пельмени. Так что ни в котором месте я не объелась. Не обожралась. Объедение. Секла, девчонки, вообще. Можно с морковкой, конечно, делать. Ну, у меня без морковки сегодня. Мой молочный супец. Вот даже много. Вот сейчас супец съем. Вот кусочек сыра. Видео большое получится. Ну, ничего. Посмотрите. Посмотрите. Пописали, девчонки. Про зарплату там спрашивают тоже. У меня в этом месяце будет третья зарплата. У меня канал маленький. Моему каналу в апреле будет год. Первую зарплату я получила через полгода. Полгода, получается, а я ничего не получала. Это, я считаю, это нормально. Потому что многие люди, многие девчонки, которые стараются, да, снимают видео, кто-то через год получает, кто-то позже, кто-то раньше, да, всякое бывает. У каждого по-разному. Так что я женщина дальновидная. Дальновидная. Я, когда начинала снимать тикток, начала, я в ютубе уже много, ну, так, что у меня год будет получаться. До этого года два, наверное, я думала. Но в интернете я не сидела, я ходила с телефоном кнопочным. И ничего не понимала. Так что, девчонки, ну, задумывалась. Потому что какая-то копеечка общения с людьми. Потому что высказать. Я взяла сегодня, девчонки, да, вот села, 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 мой, блин. Самое смешное порой. Включилась с утра. И рассказала вам всю правду. Так что надо скорее есть. В то время идет. А вы потом напишите, что я опять лишним съел. суп молочный тоже вкусно, да? Такой он у меня получается с пятью злаками. Видите, какое разнообразие. На обед что-нибудь придумаем. я каждый день готовлю свежую еду. Я не люблю кушать вчерашнее. Ну, ем бывает, да, бывает. Всяко бывает по-разному, а то сейчас скажу, скажу, ты что там говоришь. Всяко. Но в основном я люблю свежее. Убеденник. Днем перекушу. Ой, у меня сегодня планы были. Но Матвейка болеет. И планов у меня будет меньше. Я вчера вообще ничего не хотел. Я думала, не буду снимать, ничего делать. Отругала. Я говорю, все. Так, ладно. Не хочу я больше. Маленькое осталось. Хочу холодец попробовать. Подпробовать. Ну, как? Холодец. Конечно, холодец. С хлебом. Салат. Так, холодец на первом месте. Салат на втором. Суп на третьем. Потому что суп не такой насыщенный вкус. Здесь же чесночок. Такой он не жирный холодец. Хороший. Нормальный. Яйца отварила. Днем яйцом перекушу. Шруктики. На обед у меня сегодня ничего нет. Надо обед готовить. Пишите, готовить нет обед. На камеру. Кому-то, может, идейки. Так что, девчонки, вот так. А то все пытаются что-то. Я для себя живу. Не для вас. Правильно? Так что? Вот так. Вот так. Я ведь вам не каждый день показываю, не все свои обеды и ужины показываю, что я ем. Дай бог, чтобы Матвейка поправился. Я и наревелась, и в интернете посидела, и все, и порежала, и поспала, и... Еще не есть. Еще не есть. Не надо быть голодным. Надо есть. Но не обедаться. Так что... Вес уходит медленно очень, когда перестаешь кушать на ночь и днем в меру. Я считаю, это... Что я скажу? Что я скажу? Что я скажу? Подоелость. Нормально. Два кусочка хлеба. Пол свеколки. Кусочек сыра. Кусочек холодца. Нормально. Зато сейчас до обеда можно жить. До обеда. Но это не значит, что я не буду перекусывать. Через какое-то время я захочу скушать фрукт. Так что перекусы у меня есть. Я перекусываю, девчонки? Я хоть что могу перекусить? Вот мужа вчера перекусила. Ныри. Не надо мне мудить, трепать нервы мои. Я хочу быть спокойный, уравновешенный, но получается факторы вот эти вот влияют, давят и приходится быть такой, какая в итоге какая есть. Но я не есть такая на самом деле. Внутри я другая. Да. Может быть более слабая. Но приходится быть сильной. Так что, девчонки, всем всего доброго, всем всего хорошего. Хорошего вам дня. Я наснимала, девчоночки. Ну, простите уж меня. Так что спасибо вам огромненькое, огромненькое. Ну, за разные комментарии. Разные комментарии пишите. Интересно читать. над которыми ты посмеешься, которые это прям вообще, которые слезы прошибают. Так что, девчонки, спасибо, спасибо, спасибо. Миллион раз. Пока-пока.